Всем привет, это новости Турции. Напоминаю для тех, кто впервые открыл подобное видео, вообще не понимает, что здесь происходит. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые здесь происходят у нас в стране. Информация, которая заинтересует, может быть полезной для иностранцев Турции, для людей, которые недавно сюда приехали или планируют побывать в этой стране. Я не журналист, не истина в последней инстанции, это просто мой личный блог, я перевожу на русский язык новости, официально из источников СМИ здесь, в стране Турции. Самое главное, я больше даю социальной реакции, реакции людей, общества на то, что в стране происходит. Если вы хотите знать, что на самом деле думают турки, как реагируют на те или иные моменты, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходим к просмотру. Как вы знаете, в прошлый раз мы обсуждали сжигание Корана, проблематичное отношение напряженка Швеции и Турции, все, что с этим связано. За эти дни у нас были протесты, они были малочисленными, неактивными, тема эта потихонечку сходит на второй план, потому что у нас объявлены выборы на 14 мая. И 13 февраля была, вообще у нас была встреча оппозиции перед выборами, и было обозначено, что 13 февраля будет итоговая встреча онлайн, когда они объявят все-таки кандидата. Сейчас у нас выходит новый человек-претендент, это мэр из мира. Так вот, фраза самого уже министра Швеции о том, что, даже вам процитирую, процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО временно застопорился из-за проблемы взаимоотношений с Турцией. Да, это здесь сейчас такая монета о карточной игре, это баллы и все прочее. Религиозный план, я бы сказала, ушел на второе место, здесь, конечно, больше политика, и эта провокация используется для добирания, конечно же, очков в политической игре здесь в стране перед выборами. Если мы берем общество, да, побухтели, было неприятно, но уже спустя неделю-полторы все не то, что прям про это забыли, но это уже не первая новость в газетах. Это не так уже тревожит людей, и об этом, ну, уже практически забыли, это уже не волнует общество, проблемы совершенно другие новые, социалочки больше, цены. В общем, мы возвращаемся все равно к тем, да, моментам социально-экономической жизни в обществе, что людей волнует больше всего, да, естественно, то, что мы кушаем, где мы живем, что у нас в стране здесь происходит, что у нас здесь под боком. А вот эта геополитика и всякое такое прочее, культурные какие-то моменты, там, ваши НАТО, войны и вся прочая история, она мало кого беспокоит, да, каждый всегда думает, своя рубашка ближе к телу. Такая цитата. Теперь границы закрываются. И вот, в частности, в Турцию уже улететь, если у вас запрет в России и пойти таким обходным путем границы какие-то куда-то пересечь из-за Беларуси уже не получится. То есть, на границе также будут останавливать, задерживать, то есть, правила вводятся одинаковые. То есть, все вот эти визы, запреты, разрешения, они объедены теперь на всех границах, в том числе и в Беларуси. Это проверяется. Имейте в виду, кто планировал или сейчас в этом процессе, это про всякие политические беженцы и так далее. Имейте во внимание, да, или у вас есть, если проблемы с законодательством, с правительством и всем прочим в России, то Беларусь вас, естественно, выдает. Это уже история давным-давно была, но вот сейчас уже на официальном уровне про визы и ответы, чтобы вы знали. Лоукостер Победа планирует начать полеты из Москвы в Бодрум напрямую в июне 2023 года. На туристический сезон заявлены эти полеты. Пока что графика еще не было на тот момент, когда эта новость выходила. Возможно, в общем, кто планировал, кому этот путь интересен. Из Москвы, из Питера, это вроде даже из Казани было. Ну, в общем, смотрите, билеты на Победе, они в ближайшее время будут появляться, должны появляться в продажах. И, возможно, пораньше, заранее вы можете их приобрести подешевле, более выгодным ценам. Но условия, как лоукостера Победа, остаются теми же самыми по погожу, по провозу, по условиям и так далее, и так далее. Кто интересовался на летний сезон или кто планирует переехать, например, на лето пожить на парочку месяцев в теплые края, типа как вот Бодрум, Фетхи, там же находятся поближе Марморис, все в ту степь, скажем так, без пересадки в Стамбуле или в Анталии, то вот, смотрите, скоро это в июне месяце откроется полет, но билеты уже сейчас начнут скоро продавать. У тебя в Wall Street Journal вышла статья огромная, скажем так, расследование, небезосновательное, о том, что Турцию, Америка прессуют, точнее, компании американские, прессуют Турцию как государство и частные тоже их компании, кто полетами занимается, в общем, всем прочим, что угрожают и прессуют вторичными санкциями за то, чтобы Турция не впускала в свое пространство самолеты и Боинги из России, да, то есть, которые когда-то в России остались, они их переписали в бортномера, в общем, перерегистрировали их, поэтому они сейчас, скажем так, легально летают в Турцию. Но так как Турция, член страны НАТО, просит именно хотя бы самолеты американского Боинги, когда-то производство американского, запретить к посадке, к полетам, к принятию в аэропортах турецких. Кто летает на этих Боингах? Это Аэрофлот, это рейсы, например, популярные, да, самые Москва-Стамбул, Москва-Анталия и так далее, из Питера тоже есть. Для турецкой страны, если мы это берем отчасти, это давление, оно выгодно тем, что, ну, они могут прикрыться этими санкциями, сказать, вот, извините, ребят, давят санкции и все прочее, самолеты американские, и там есть определенные, там, вот эти пакты, законы и прочее, они должны, по сути, к этому присоединиться, к этим запретам. Но если вы хотите, чтобы был турпоток, и вообще могли бы выезжать из страны, вот, пожалуйста, у нас есть наши турецкие авиалинии, открывайте нам больше мощностей, чтобы мы бы больше занимали своими самолетами, у нас самолеты есть, будем летать к вам, летать, пользуйтесь нашими турецкими авиалиниями. Но для людей, которые именно потребители, да, вы, я, туристы, кто летает и вообще, кому это нужно, это не очень выгодная история тем, что это монополист, естественно, да, то есть конкуренция будет меньше, соответственно, рост цен, и, в принципе, турецкие авиалинии сейчас по курсу доллара, по стоимости может, сжигающих всех моментов газа и всего прочего, топлива, всех вот этих топливных сборов, турецкие авиалинии довольно-таки это дорогая компания, у них гораздо выше билета на порядок, там, порядка 20-30%, чем тот же аэрофлот, или если мы берем лоукостер, ну, лоукостеры и турецкие свои есть, пегасу, например, но, в общем, это будет подорожание, поднятие цен, но, с другой стороны, полеты с времен пандемии до сейчас, они, в принципе, стали гораздо дороже, поднялись цены и стоимости, и уже пересечение полеты, пересечение границы полета, это удовольствие выше среднего класса уровня, и уже не все это могут себе свободно так легко позволить, поэтому, я думаю, что у кого были деньги, они продолжают платить и будут платить просто чуть больше, для них это не критично, ну, конечно, отсекается плац людей, которые летали из каких-то последних средств, или могли на это накопить, в общем, это станет услугой гораздо дороже, нам, как клиентам, это не очень удобно. Также из местных новостей очень много европейских государств на своих официальных министерствах иностранных дел делали, как бы, знаете, предупреждения, публиковали на сайтах вот эти там, эти бумажки, как сказать, я не знаю, как это называется по-русски, в общем, предостережение своим гражданам, которые находятся в Турции, о том, что будьте осторожны, возможно, теракты, провокации различные, там, митинги, протесты, и все прочее, вот эта история с Кораном, сжигание его и так далее, то есть какие-то процессы бурления, не только политические, вот эти религиозные течения, то есть предупреждали своих граждан, чтобы они были осторожными или, ну, вообще, короче говоря, никуда не всовывались, были предельно осторожны, могли быть провокации. И вообще последние примерно месяц-полтора после теракта на такси в ноябре, конечно же, это все усилилось, очень сильно у нас проверяют машины, полицейские активно работают, антитеррористическая система вся происходит, захватывают там подозреваемых и так далее, я об этом раньше рассказывала, то есть максимально стараются это все предотвратить, взять под контроль и так далее. Поэтому ЧП таких эксцессов не было, слава богу, надеюсь, не будет, но очень многие СМИ растрясли эту информацию, то, что смотрите, как небезопасно, как здесь нестабильно, вот давайте обратим внимание, при чьей власти это происходит. Вот эти дебаты, политика, она сейчас занимает большинство пространства времени в соцсетях, в телевизоре, естественно, это все активно обсуждается. Конечно, главная тема политическая в стране сейчас, это кто же будет кандидатом на выборах от оппозиции. Конечно же, Эрдоган и его сторона старают максимально пиарить, зарабатывать очки и даже там было заявление, что его хотят выдвинуть на премию Нобелевского мира за его участие в договоренных вот этих моментах между Украиной и Россией и про зерно, про сделку и про освобождение, обмен пленных был крупный. Помните, то, что я напомню, что в Турции до сих пор находятся командиры, Азова, которых выпустили из плена в России, но был договор, Турция его поддерживает, то есть гарантно, потому что они будут находиться в Турции и не попадут обратно в Украину до окончания официального войны боевых действий. И вот эти все моменты, они складываются, складываются, складываются. Конвенция Монтрео тоже, да, то, что не пустили тогда корабли через Черное море и так далее, так далее. Короче говоря, это все насобирали и будут подавать заявку на Нобелевскую премию. Те, кто сторонники президента, очень гордятся, рады, говорят, да, это реальная заслуга, молодец, умничка, мы за тебя. Оппозиция это максимально высмеивает, разрушает эти доводы, критикуют и так далее. То есть, да, ситуация обострена, но на данный момент последние полторы-две недели каких-то острых моментов на острие, конфликтов не вылазило в политических. Я думаю, что скоро-скоро это скоро вот-вот что-то опять новая провокация вылезет, произойдет, что-то скоро будет. Потому что слишком как-то, знаете, затишки. Что вот после этого жения Корана, что как-то все замолкли, это для нас не похоже. Каждую неделю какая-то новая провокация, какие-то новые события происходят в этом плане. Я спешу сообщить, что 9 февраля в четверг в закрытой телеграм-группе, в телеграм-канале стартует наш психологический лекторий на тему «Формула счастливого человека». Это будет 4 прямых эфира, комментарии, общения в чате, закрытая телеграм-группа, где мы будем все это обсуждать и общаться с вами. Это будет 4 темы, в которых вы узнаете. Что это такое вообще принять себя? Мы поймем, разберем этот термин. Как к этому можно прийти? Здоровый эгоизм, личные границы и здоровые отношения. Понятие безусловной любви. Как перестать ждать любовь? Для участия в лектории вы можете прислать мне на почту, которая будет оставлена в инфобоксе под видео. Тему письма «Хочу участвовать в лектории». Я вышлю вам условия участия, стоимость оплаты, как это будет происходить. В общем, все условия вам придут в ответе на почту. Если вы не можете присутствовать на наших лекциях онлайн, пройти лекторию можно в любое время или обновить свои знания, вернувшись к этим занятиям и снова пересмотреть прямые эфиры, которые останутся в записи, в вашем доступе навсегда. Формула счастливого человека – это те правила жизни, которые я использую сама. Это то, что апробировано, подтверждено практикой в моей консультативной деятельности практической. Это те инструменты, которые вам позволят приблизиться или стать счастливым человеком, когда вы однажды можете сказать «Я счастлив, я доволен своей жизнью, меня все устраивает». Так что присоединяйтесь к нам, 4 лекции в Телеграме, в закрытом канале. Будем обсуждать, общаться, получать новую информацию. И напомню, что все лекции остаются в полном доступе, в записи. Всегда можно к ним вернуться. И эта информация остается с вами навсегда. Все подробности на почте. Пересылайте ваше письмо с темой «Хочу в лектории». А сейчас продолжаем просмотр. Официальная статистика, анализ появился периодически, раз в месяц, в полтора, в два. Выгрузку делаю, статистику по выдаче ВНЖ, контролю иностранцев и так далее, так далее, так далее. Это доступно всем в интернете информацией, но она на турецком языке. Находятся умельцы, которые анализируют статистику, создают всякие документы. Они тоже в свободном доступе в Гугле переводят на ваш язык, например. На русском языке это все тоже информация есть. И, в общем, по статистике Геочи, с декабря 26-го, когда массовый отказ пошел в ВНЖ, мифы какие огромные уходят. Это, конечно же, очень показано социальное взаимодействие, давление. Одни говорят, вот, всем русским отказывают. Другие говорят, да нет, всем подряд иностранцам прикрыли лавочку в ВНЖ. Отказы огромные, масштабные идут. Да там же в чатах где-то, в телеграме, в спорах, в инстаграме, в твиттере будет писать кто-то. Так вам всем и надо. Только кого-то одного выберут и так далее, и так далее. Так вот, по этой статистике из Геочи очень конкретно видно, что ВНЖ одобряют невыборочно, не закрыли только россиянам или у кого паспорта из России. Такие правила по ВНЖ новые, по документам предоставления, да, по справке о доходах и так далее. Они для всех абсолютно, для украинцев, белорусов, русских, казахов, иранцев, итальянцев, немцев, для всех это все одинаковые правила. И там по статистике четко видно корреляцию, что выдается, да, очень много, прям спад с 26 декабря блока отказов идет очень много. В районах это, в принципе, по стране, знаете, как сито идет решето, равномерно выдаются ВНЖ. Пробелы огромные там, где ВНЖ закрыты территории, да, то есть перенаполнение иностранцев. Там и не выдают новые, ничего тут не принимают. Там продления только идут, кто раньше когда-то получал. Там только на продление новые. Мы сейчас про новые ВНЖ, про новые заявки. И отказ идет всем подряд, к тем, кто нарушает, не предоставляет документы, нарушает вот эти правила, список документов, которые нужны и так далее. То есть корреляции, что только русским запрещают, только русским отказывают, это неправда. Это чистый миф, это доводы тех, кто хочет так видеть информацию. Кому-то просто хочется, чтобы было так, но на самом деле нет. Уже есть люди, которым подтвердили, выдали ВНЖ. Это все в телеграммах, в чатах и так далее. Если тем интересуетесь, я думаю, на телегу вот такую подписаны. Каналов очень много всяких, чат Стамбула, прям по ВНЖ есть, помощь ВНЖ и так далее. Могу сразу отметить, что вот этих помогаторов с 26 декабря гораздо стало меньше этой рекламы, этой информации. Она еще есть для тех, кто ищет, но они, скажем так, посбавили обороты, потому что отказов очень много. И люди наконец-то поняли, сообразили, что человек, который собирает себе документы, не гарантирует того, что тебе выйдут ВНЖ, не гарантируют получение документа такового. Потому что это все через государство, короче говоря. То есть от него ничего не зависит, это решает государство. Вот такие новости сейчас в Турции на данный момент. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я буду очень признательна. Если у вас есть вопросы и вам нужна психологическая консультация, в инфобоксе под видео моя почта. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, всегда рада. Спасибо за внимание, всем пока.